Площадь в 26 гектаров. Около века назад на территории Таебинского городища Яльчикского района проводились традиционные обряды. Наши предки верили, что если прогнать скот через сохранившиеся валы городища, можно вылечить животных от болезней. Согласно легендам, на этом месте спрятано золото. Оно светится по ночам и не дается в руки человеку. Но это все легенды. Что же было на самом деле, выясняют археологи. 237. Следующий. Им не страшен ни дождь, ни зной, ни холод. В любую погоду они ищут свидетельства прошлых времен. Предметы быта, одежда и украшения, оружие, захоронения. Ученым интересны любые детали. Анастасия Петрова уже две недели на раскопках. Приехала сюда впервые. Настя признается, дни пролетают незаметно. Вот отличающая находка. Это керамика с зеленой поливой. Возможно, даже азербайджанская культура. Вот. Также были выявлены находки от монетки. Они более современные. Уже даже 19 века здесь есть. Конечно же, кости. Тут, наверное, даже овечки. Вот. Большие кости. Возможно, лошади. Самое ценное здесь информация. Как жили наши предки, какие орудия труда и посуду использовали. Благодаря находкам археологов можно ответить на все эти вопросы. Работа археолога увлекательна, поскольку она совмещает в себе не только научное, но и физическое применение труда, что является очень занимательным примером, и многие науки таким похвастаться не могут. Здесь привлекательна работа также интенсивностью, интересностью, тем, что ты чувствуешь, как прилагаешь руку к науке. Ранее считалось, что основание городища датируется 13 веком. Находки археологов все изменили. Плоские крышки от горшков с пестикообразными ручками и керамика, которую они нашли, встречались еще в домонгольских памятниках, принадлежащих к концу 10 века. Археологи предполагают, что до городища здесь было небольшое поселение с глубоким рвом. Это все нам дает понимание о росте города, о его процветании, о численности населения, о ремесле, о торговле. Вот, например, отдельные фрагменты керамики разных изделий показывают нам торговые связи с Русью, с территории Азербайджана, территории Ирана, с Византии. То есть это не просто отдельные находки, а это вот торговый обмен связи. Долгие годы это место не исследовалось. После 30-летнего затишья в 2018 году археологи Чуваши и Татарстана возобновили раскопки на территории первого болгарского поселения. В планах выпустить большую научную иллюстрированную монографию. Но до этого археологам еще предстоит большая работа.